Всем привет! С вами новости файтингов недели. 5 июня нам Кабандай опубликовали трейлер, представляющий следующего персонажа для Soul Calibur VI. На этот раз это самая юная участница вселенной СК, ей всего 15, Талим. Эта молодая девушка является последней жрицей ветров. Отличительная особенность её деревни божества ветра, находящаяся на Филиппинах, управление ветром и способность его слушать. Внучка старейшина этого уникального народа и дочь шамана Талим дебютировала в Soul Calibur II, затем появилась в третьей и четвертой частях. Её оружие – лаптевые клинки. Soul Calibur VI выйдет 19 октября этого года на PlayStation 4, Xbox One и PC. 5 июня СНК показали ещё одного персонажа будущей игры СНК Heroines Tag Team Frenzy. На этот раз ею оказалась Муй-Муй, пришедший из серии King of Fighters и Dragon Girl. По дефолту она одета в пышное платье, но классический костюм тоже присутствует, а также добавится костюм панды. У персонажа будет Air Dash и, судя по всему, она обладает хорошей мобильностью. Муй-Муй – это 13-й анонсированный персонаж из 14-ти. Кто станет последним, пока официально не подтверждено, но судя по утёкшим сеть трофеем, это станет Терри Богарт из Fatal Fury. Причём, скорее всего, судя по силуэту, его женская версия. СНК Heroines Tag Team Frenzy выйдет 7 сентября на PlayStation 4 и Nintendo Switch. На этих выходных в Лос-Анджелесе прошла выставка аниме-экспо. Обычно здесь не увидишь громких анонсов файтингов, но парочка новостей коснулась и этого жанра. Arc System Works показали геймплейный трейлер недавно анонсированной игры Kill the Kill the Game, которую создают Arc System Works, A-Plus Games и Studio Trigger по мотивам одноимённого стёбного фан-сервис аниме. В трейлере мы видим Рюко Матой и Сацки Кириюин, сражающихся в их боевых костюмах. Судя по трейлеру, боёвка напоминает недавно анонсированные Jump Force и Naruto Ultimate Ninja Storm, хотя есть вероятность, что это будет некое совмещение 2D и 3D. Также было сообщено, что демо-версия игры будет доступна для широкой публики на крупнейшем файтинг-евенте года Evolution 2018, который пройдёт с 3 по 5 августа в Mandalay Bay, Лас-Вегас, штат Невада. В сети появилась фотография со стенда LabZero, указывающая, что Skullgirls 2nd Encore выйдет на Nintendo Switch. Никаких официальных анонсов от разработчиков или даты релиза на текущий момент нет, можно лишь порадоваться, что на Switch'е становится всё больше хороших файтингов. Напомню, что Skullgirls прославился в своё время благодаря глубокой и продуманной боевой системе, интересной и немного сумасшедшей мультяшной анимации и прекрасным онлайном. Это один из немногих долгоиграющих представителей инди-файтинга. На Nintendo Switch вышел Pocket Rumble. Это файтинг, созданный в 8-битной стилистике Neo Geo Pocket. Картборд Robot Games выпустили его на ПК в феврале 2016-го, благодаря сборам на Kickstarter 25 тысяч долларов. Порт на Nintendo Switch должен был выйти ещё в марте прошлого года, но из-за проблем с онлайном релиз задержался. Игра отличается двухкнопочным управлением, но при этом содержит в себе стандартные файтинг-составляющие, такие как фаерболы, апперкоты, комбо. Ну и конечно онлайн режим и аркадный режим. Доступно 8 играбельных персонажей. Pocket Rumble доступен в Nintendo eShop по цене в 10 долларов. Анонсируем следующий DLC-персонаж для игры Dissidia Final Fantasy NT. Это Реноа Хатири из Final Fantasy VIII. В распоряжении Реноа не только её оружие Shooting Star, но и верный пёс Анджела, также способный атаковать. Основной стиль боя нового бойца – зонинг. Дополнительную мобильность героине могут дать крылья, созданные с отсылкой на её лимит-брейкс в Final Fantasy VIII, который назывался Angel Wing. Также в трейлере мы видим альтернативный костюм из танцевальной сцены того же FFVIII. Дата выхода Реноа пока неизвестна, но скорее всего она появится уже в этом месяце. На прошедших выходных состоялся турнир VNL 2018 в Вене, Австрия. Турнир проходил при поддержке Injustice 2 Pro Series. Удивительно, но он собрал всего 43 участника, которые и поборолись за 10 тысяч долларов призовых, выделенных на премьер-ивент. Тут же участвовали и наши соотечественники – Galaxies и Pennywise из Украины и Dubasic из России. Дубасик дважды попал на стрим, но сначала проиграл Айриш Мантису в финале Венеров своей группы, затем в финале Лузеров проиграл Ханни Би. В итоге занял 9 место и вылетел за шаг до топ-8. Первые три места заняли Канадцы, Ханни Би третье, Хаяты за Робина второе и Байя Хазард за Бэйна, Старфайр и Читу первое. Это были все файтинг новости, увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok